Значит, смотрите, теперь площади Ленина нет. Есть площадь Героев Майдана. Переименовали. Да? Да. Теперь уже... Площади нет. Ну да, теперь в центре площадь Героев Майдана. Потом написали список, кто из нардепов Днепропетровцев не проголосовал за импичмент. Пришли, ну, пришли первые сотни. Ну, не будем скрывать, троха мало что-то будет. Ну, то ясно, что они приехали с пустыми руками. Но не так, как бы хотелось, а чем были. Тогда, короче, Валерий Майданчишко побачил у меня бренджилет, он у меня не думал, что все закрывало. Я маленький, вот такой бренджилет на мой взгляд. Каже, Вуйко, а не что вы нюхали? Я пришел воювати. Ага. Свободу, за честь, за народ. Да, иди, где-то там сядьте, чтобы... Иди, берите там камни сбирайте, там мучки. Не, сынок, я не пойду. А я вам сказал, что пойду. Берет с меня этот бренджилет. И его сынок... Хлопчина, хлопчина. Да, слушайте, его сынок. Он взорвал из меня. Ввешал на себя. И вперед пошел. Ну, тут крикнули, лимонка летит. Он мне в плече только, ну, каже, Вуйко падает. И я упал туда. И что ты подлетел, и кто знает куда, как лимонка взорвалась. Его пополам кишки вилетели. Это было страшно. Это была настоящая гадская война. Ну, теперь уже все, амба. Теперь милиция народная наша. Наши всі, всі наші, всі наші. Мы вам дуже дякуем за цю подмогу. За вас стояли на колі. Винцентра дівчина, 20 гадиков. И скотина прямо в сердце стреляла. Это было страшно. Она бегала туда, чтобы людей спасать, а назад уже несли. Я вам же хочу рассказать, сколько они грошей за нашу кровь получили. Їм платили по тысяче, по півтори доларів. Это было страшно. Мы списки нашли. Мы там, кто? Был Беркут. Был Беркут. Кривий рех. Был Беркут. Днепропетровск, глянусь. Был Беркут ровно. Был Беркут. Симферополь двероти якісь там. Харьков був. Маріуполь був. Но мы их выгнали аж наверх. Мы для них такую адскую бомбу сделали. Якби не батюшки. Батюшки попросили. Молитва каже. Перед молитвой. Бог среди нас. Бог среди нас. И мы машину открутили в сторону. Мы ее набили полностью. Нашим коктейлем. Полностью. И завели мужик. Дай ему Бог здоров, если живет. Как помер царство небесное. Он пожертвовал своими жигулями. Он сказал. Хлопцы, кидайте ящики. И все. А я включу зажигание. Руль привязываем. И пускаем прямо на них. То жалко сделали, что автобусы не спалили. Они пошли аж вниз. Что они еще сделали? Они в Марийску втекли. Оставили технику. Наши хлопцы привезли все туда, на Майдан. Урал. Там еще много разных машин. Водометр сволочный, который нас топил постоянно. Все из них забрали. Слава Господу Богу, что они не наткнулись на лимонки. Это было страшно было бы. Они нам лимонки, пастки пороставляли. Добрый, что Гловчийского. И Сум. Вверху. И Сум. Побачил и крикнул. Стоять! Глопцы, братья, стоять! А они кругом так расставили. Вот так. Железо одна забита, другая. И по внизу вот эта груша. Заминировали. И треугольник. Только турканул, у нас ревается. Чекали, скакивали. И все, и нема. Так они оставили по себе? Четыре штуки были такие гадские. Как бы взорвалось, чтобы человек 200 взорвали. Может и 300. Это было страшно. Ними командовал генерал, який кричал. Но я уже забыл фамилию. Який кричал. Куда вы? Семнадцатый год. А он уже сидел у него в руках. И он его отпустил. И забрали туда. На сдачу. А сколько вы там были? Пять дней. Самое плохое, это я в войне был. Это неделю. Самое плохое. И мы стали героями своей эпохи. Молодцы. Мы вам сделаем все, чтобы у нас была цивильная, хорошая Украина, прозрачная. Чтобы забрали эти заводящие. Снимем все эти колючие проволоки. Никакой охраны. Народ будет делать честно. Не будет воровать. Кто будет воровать, будет тоже наказан. Вы вчера были, как Юлька приехала. Я был. Ну и что там? Юлечка наша. Ну что, она была на коляске. Ей охрана сильно охраняла. Я стоял на проходной. На проходной стоял. И их охранники. И их охранники. И их побачил, я говорю, кто вы. Я говорю, первая сотня загибших. Добрый, стойте. Я говорю, что она не пройде тут? Она не иди. У нас коляску. Ну что Майдан говорит? Что она привезла туда? Ну я. Она вчера выступала. Вы слышали? Чула. Что Майдан говорит за ней? Она хочет быть гарантом. Майдан не очень. Вчера так, как у нас сказали слово, я буду у вас гарантом. Майдан не очень ее поддерживал. Так, чуть-чуть. Было все в эфире моих словах. Мои слезы не опрасно не шли. Люди побачила вся Україна. Особенно Дніпропетровская область. Как у меня на очаг дети взрывались на лимонках. Это было страшно дивиться. Я вам клянусь, вот тут стою на колено перед вами. Я это все бачил на своего часа. Я это все бачил на своего часа. Как бы вы разделилась Украина, и чтобы вы остались там со своей властью новой. А мы тут, это был бы кошмар для нас. Украина никогда не разделилась. Мы этого боялись. Мы вам благодарны, что вы нас вытянули. Уже эти гады, они никуда не динутся абсолютно. Хотя есть, я не боюсь, хотя они стоят в стене впереди. Я не знаю никого. Многие, я вам скажу, беркуты переводили, уже переводить и в Киеве ходят. Но уже мы их вихватим потихоньку. Вихватим. Им пощади нема никому. Это злодеяние. Это страшное кацство. Им прощения не будет никому. А где вы живете? Мы гибаем с верху до самых корней. И мы будем, власть будем наводить именно на Байдане. Ни каких кнопок там. Ни каких кнопок. Именно на Байдане будет президент выбираться. Все правительство будет на Байдане выбираться. Именно на Байдане. Люди будут взяваться. У нас будут мандаты. Если я до живу, доеду. У нас будут мандаты. И нас будут взявать. Приезжать. И будем голосовать за кого. Будут кандидатуру свою поставить. Мы свою. Люди приедем. Дай Бог вам здоровья. Колючу проволоку я вам помещаю. Мы снимем всю. Всю колючу проволоку снимем. А пока нужно разрушить просто даже не возможно. Байдане. Ура! Ура! Виша приехал. Снимают. Ура! Ура! Верой Слава! Верой Слава! Верой Слава! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok